Острого дня, господа нажиманы! Сегодня у меня на столе вот такой 19-11. 19-11 это, конечно же, Кольт 19-11. Почему колды его сделали таким маленьким, я не понимаю. Надеюсь, когда-то у него будет большой собрат, потому что здесь рукоять сделана именно в виде рукояти пистолета Кольта 911. Но, пистолет же чуть покрупнее, наверное, хотелось бы чуть что-то вот такое поухватистей. Хотя, для того, чтобы носить его в городе, таскать его в какие-то походы, он вполне себя отрабатывает. Как вы видите, это флипер. Что такое флипер? Это когда есть вот такой плавник. В открытом положении это упор для указательного пальца, чтобы рука не соскальзывала вперед, если вам вдруг надо совершать вот этот фронтальный рез. Но я это движение не люблю. Мне больше нравится флипом пользоваться как, наоборот, зацепом. То есть, захватился здесь и силой потянул, потому что люблю вот этим движением резать и вам, собственно, рекомендую. На обухе у него получается вот такой наплыв под большой палец тоже, чтобы его ухватистой взять и куда-то прям весьма злобно ткнуть. Здесь замок Liner Lock. Не знаю, вполне достаточной толщины. Мне кажется, на таком размере это очень уместно. Пластиковые накладки с одной стороны. С другой стороны, как вы видите, стальной лайнер здесь всего один. Именно он и образует вот этот замечательный лайнер Lock. Сам замок. Шарик здесь, понятное дело, есть. Нож отлично складывается-раскладывается. Но здесь нет подшипников, поэтому раскладывается он исключительно взмахом кистью. То есть, досыл этого флипера все равно необходим. Примерно так. Так. Махнули, открыли. Большим пальцем нажали, закрыли. Оперируется удобно. Вертлявый, зараза. И относительно универсальный. Я бы сказал, что этим ножом можно делать абсолютно все виды работ, которые вы можете ему придумать. Вот. С этой стороны две замечательные металлические детали. Во-первых, вот такая двойная клипса. Когда мы ее вытаскиваем, кажется, такое ощущение, что это две клипсы. На самом деле, это одна вот такая буковка и П. На двух винтах, не пересаживаемая на другую сторону. В принципе, это удобно. Широкая клипса, это удобно всегда. И вот этот бегунок, это стопор лайнера. Для того, чтобы при силовой работе лайнер ни в коем случае не сложился вам на руки. Двигаем вот этот бегунок вперед. И получается, что лайнер не отжать, не продавить. Ничего, он встает намертво. И ножу никогда ничего не будет. Только сдвинув его обратно в заднее положение, можно спокойно сложить нож. Размеры, цена, толщина, длина и все остальное по ссылке под этим видео. Мои рекомендации к приобретению? Наверное, да. Многим да. Потому что в руках он, зараза, весьма и весьма прикольный. Мне нравится. Я второй день вот так вот мотаю у себя за рабочим столом. У него какая-то развесовка очень забавная. И вкупе с его абсолютно минимальной стоимостью, за счет того, что это опять 40-34 столюка, он, мне кажется, зайдет на огромное количество карманов и наших соотечественников, и их соотечественников. И вообще он будет отлично продаваться по всему миру. Маленький, компактный, аккуратный нож. Наверное, продолжатель той самой линейки Грик, Хан и так далее. Почему нет? Маленькие ножи тоже весьма полезны. Видите, чуть не дослал, не дооткрылся. Поэтому приучайтесь его открывать по-человече. Берем и взмахом кисти открываем. Классный вертлявый нож за очень и очень разумные деньги. Я лично к приобретению рекомендую. Он прикольный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова